ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В больницах, школах и детских садах уже тепло. Жилые дома по распоряжению главы администрации тоже торопятся подключать к отоплению. Когда согреемся? Несколько десятков человек в эти выходные выпили алкоголь и сели за руль. Не обошлось и без серьезных ДТП. Инспекторы рассказали о дорожных происшествиях в Кировской области. В Европе вводят карантин из-за вируса оспы обезьян. В Кировской области тем временем больше сотни новых заболевших коронавирусом за неделю. Последние данные о вирусных инфекциях. Чуть потеплее только к среде. Мокрый снег с дождем ожидается и сегодня ночью. Новый прогноз кировских синоптиков пока не радует. Область накрыл холодный фронт. Ближайшей ночью ожидается дождь со снегом. Завтра днем тоже будет моросить. В дневные часы 24 мая максимум 10 градусов выше нуля. Инспекторы ГИБДД призывают водителей быть осторожнее на дорогах. Автомобилистам необходимо выбирать скорость, оптимальную для погодных условий. Следует держать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами. Внимательнее нужно быть и пешеходам. Не стоит забывать о мерах безопасности на дороге и пешеходам. При переходе проезжей части по пешеходному переходу следует убедиться, что водители вас видят и пропускают. Для того, чтобы быть более заметными для водителей, необходимо использовать световозвращающие элементы. Из-за похолодания в Кирове решено возобновить подачу тепла. Как заявляют в правительстве области, об этом просили сами горожане. В администрации города накануне отчитались, тепло уже подается во все учреждения социальной и культурной сферы, поликлиники и больницы. В большинстве жилых зданий, где сейчас позволяют технические возможности, отопление появится в течение двух дней. То есть сегодня-завтра. Но можно сказать точно, что батареи горячими уже не станут в микрорайоне Ленгасова, в поселке Садаковский, в Радужном и Нововятске. Там уже начались работы по опрессовке теплосетей. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей писали в комментариях под новостью, что нет смысла подавать тепло в дома сейчас. Во-первых, к концу недели потеплее, а во-вторых, опять придется платить за ресурс. Вернемся к ситуации на дорогах. Очередная сводка от ГИБДД говорит лишь об одном. Некоторых водителей не пугают серьезное наказание за управление машиной в пьяном виде. За выходные инспекторы задержали 25 таких кировчан. При том, что за это нарушение могут лишить прав на срок от полутора до двух лет и оштрафовать на 30 тысяч рублей. А за повторное нарушение можно попасть в колонию. Всего за выходные инспекторы пресекли почти 570 нарушений правил дорожного движения. На дорогах Кировской области произошло 13 автомобильных аварий, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести. В шести автомобильных авариях на территории города Кирова были травмированы 7 человек. Семь автомобильных аварий произошло на территории районов Кировской области. В данных происшествиях 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Власти Бельгии ввели трехнедельный карантин для заболевших оспой обезьян. Сейчас в стране три инфицированных человека. Вирус оспой обезьян уже обнаружен в Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, Франции, Швейцарии и Швеции, а также в Австралии, США и Канаде. По информации Роспотребнадзора, оспой обезьян является редким заболеванием. В основном встречается в Африке. Передается между приматами или грызунами. Человек заражается им крайне редко, и специалисты пока не понимают, как вирус передается от человека к человеку. Тем не менее, пандемии оспы обезьян эксперты на планете не ожидают. Ведут пока борьбу с коронавирусом. Кстати, в Кировской области за неделю выявили 159 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального Минздрава, за семь дней выздоровели 219 человек. В настоящее время дома лечится 960 пациентов, 320 в инфекционных стационарах, в реанимации 41 пациент, 3 человека на аппаратах ИВЛ. В Кировской области новый министр транспорта сегодняшнего дня к своим обязанностям в новой должности приступил Юрий Логинов. Прежний руководитель ведомства Николай Соколов уволился по собственному желанию еще в прошлом году. До недавнего времени обязанностями министра исполнял как раз Логинов. О нем известно, что с 2013 по 2020 годы он работал заместителем начальника полиции по Кабардино-Балкарской республике. С 2020 по 2021 год первым заместителем гендиректора компании «Вятские автомобильные дороги». В 2021 году возглавил Дорожный комитет Кировской области. Нескольких депутатов Подосиновского района попросили с вещами на выход. Лишить должности избранников народа потребовала местная прокуратура. А все из-за отсутствия сведений об их доходах. Согласно закону, лица, занимающие государственные и муниципальные должности, обязаны предоставлять информацию о доходах, расходах и имуществе. Личных своих супругов, а также несовершеннолетних детей. Депутаты Подосиновской и Демьяновской поселковых дум проигнорировали эти требования, за что и получили уведомление о досрочном прекращении своих полномочий. По данным фактам, прокурор Подосиновского района направил в суд исковые заявления с требованием о досрочном прекращении полномочий депутатов. Рассмотрев иски, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными, а без действия представительных органов незаконным. Обязал Подосиновскую и Демьяновскую поселковые думы устранить нарушение антикоррупционного законодательства и досрочно прекратить полномочия вышеуказанных депутатов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok